Друзья, всем огромный привет! В эфире молодежный интерактивный проект Пин-Код на телеканале Беларусь-2. Мы работаем в прямом эфире. Замечательный сегодня день, много чего интересного вообще сегодня будет в нашей программе. Но пока лучше расскажу, что ж такое в Минске произошло. Оказалось, в нашей столице установили удивительный прибор. Это счетчик велосипедистов. Теперь он установлен на проспекте, проспекте независимости. И теперь он считает каждого велосипедиста, который проезжает мимо. Поэтому советуем тебе тоже заниматься здоровым образом жизни, вообще заниматься спортом. И тогда у тебя все будет обязательно хорошо. А пока рекомендуем зайти в нашу группу во Вконтакте и пролистать ее. Здесь ты найдешь вот такой вот пост с полезной информацией. Уже совсем скоро мы будем праздновать 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне. Поэтому, друзья... Друзья, в Праге, в Кудапеште, а может быть в Кёнигсберге или в простой маленькой европейской деревушке. Расскажи нам свою историю, а мы поможем тебе рассказать ей все стране. Присылай свои репортажи на за победой собачка.tvr.by Мы действительно ищем белорусов, которые добывали победу, и у них это получилось. Поэтому нам интересно все. Откуда ушел на войну, где воевал, как встретил победу. Поэтому за победой собачка.tvr.by Именно туда мы ждем твои письма, может быть, даже с фотографиями. Именно тех белорусов, которые встретили 9 мая 1945 года на фронте. Давайте двигаться дальше. Смотреть, в общем-то, что у нас еще есть интересное в нашей группе во Вконтакте. Сегодня в программе «Пин-код» появится Ксюша Левчик, знаменитый блогер, один из самых известных. И получится у тебя тоже задать ей сегодня вопрос. Поэтому заходи в нашу группу и оставляй там свои комментарии. Это не все сюрпризы, которые мы для тебя подготовили. Давай узнаем, что еще тебя ждет сегодня в нашей программе. Сегодня в программе вам букетик, но не простой, а съедобный. Как его создать и за сколько можно продать? Разберемся через несколько минут. В любой непонятной ситуации пой, а еще записывай это на видео и размещай на Ютубе. Не знаешь, с чего начать? Дождись, через несколько минут Ксюша Левчик все подробно расскажет. А в финале программы «Минутка этикета». Узнаем, как стать желанным клиентом в любой студии красоты и что делать, если работа мастера вас не устроила. Это «Пин-код». Смотри, не пропусти. Друзья, вот скажите, вам когда-нибудь дарили кукурузу с колбасой, например? А что-нибудь там, я не знаю, батон колбасы и еще какие-то оливки? Вот это, да, подарок, скажете вы. Оказывается, есть такой подарок. Его, в общем-то, многие были бы рады получить. Я сейчас говорю о фруктовых, ну или в данном случае о таких мясных букетах. За мной можете посмотреть, как это все выглядит. Давайте полистаем фотографии. Удивительно на самом деле хобби, из которого многие делают бизнес. Вот, например, так выглядит овощной букет. Хит прошлого сезона. Кстати, там еще и фрукты. Давайте посмотрим. И тут есть два варианта. Либо вы, в общем-то, берете и делаете такой вот аппетитный букет сами, либо заказываете у профессионалов. А есть еще вариант третий. Когда вы смотрите нашу программу и, возможно, становитесь юными бизнесменами, которые будут зарабатывать на таких вот букетах. Как это сделал один из профессионалов, зрителей нашей программы, бизнесмен Сергей Воронович. И он пригласил нашу съемочную группу для того, чтобы нашим зрителям программы «Пин-код» показать, как все это работает. И давайте узнаем, как вообще эти букеты создаются и получится ли у нашего зрителя повторить вот такую красоту внимания на экран. Модное слово – стартап. Создать его мечтают многие. И если ты из тех, кто тоже грезит о своем бизнесе, смотри внимательно. Мы расскажем, как рождается заветный стартап. Вообще все это началось с того, что я пригласил девушку на свидание и решил из яблока вырезать сердечко. Ну, это получилось очень мило. А потом я увидел, что можно всякие фигурки вырезать из фруктов. И это направление называется карвинг. Ну, и потом я подумал, как и так сделать, чтобы можно было подарить, и при этом долго хранилось, и чтобы было вкусно. Ну, и придумал вот конструкцию букета на шпажках. И получилось очень прикольно, всем нравится. Но придумать – это только первый шаг. Любую идею, даже самую креативную, нужно правильно реализовать. И без сложностей здесь не обойдется. Ну, первое время было мне, конечно же, сложно. То есть информации нигде не было. Приходилось самостоятельно покупать много фруктов. Это все пробовать, изготавливать, фотографировать, добавлять на сайт. Это закупка ингредиентов нужно было делать, потом изготовление. А еще, когда кубишь какой-нибудь ингредиент, он некачественный, внутри приходится заново идти покупать. То есть пока этот опыт пришел, какие лучше, какие хуже. То есть со временем, конечно, все уже было намного проще. Но первое время все сам. И доставка, все, все сам. Надеяться на быстрый заработок и легкие деньги не стоит. Это касается практически любого стартапа. Чтобы добиться успеха, нужно быть готовым работать бесплатно. Месяц, полгода, год – тут уже как повезет. Вы когда приносите букет, вы видите эти счастливые эмоции, и все. И вы забываете, сколько вы денег потратили на закупку. Вообще все забываете, потому что эти эмоции, они просто делают так, что ты еще хочешь делать, еще больше радуют. По сути, это же мы создаем для людей. Кто-то поругался, или кто-то хочет сделать что-то приятное. То есть для людей все делается. Не с целью больше заработка, сколько больше получить вот эти эмоции. А когда еще получается дополнительный заработок, то это вообще круто. И еще один важный принцип любого хорошего стартапера. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Вообще не факт, что идея стартапа зайдет. Ну, как везде в бизнесе, это риски. То есть может зайти, может не зайти. Поэтому тут надо трудиться, стараться, искать лучшие кадры. И, возможно, вы станете моим конкурентом. А может, мы подружимся и будем вместе украшать наш мир. Наш зритель Игорь тоже мечтает украсить этот мир. И готов начать собственный стартап с фруктовыми букетами. Первым делом он покупает фрукты. Ровно на 10 рублей. Помимо этого богатства нам понадобится коробка, флористическая губка, тонкая бумага, так называемая бумага тишью, ножницы, любая зелень, шпажки и пищевая пленка. И что мы с этим будем делать? Из флористической губки нам нужно вырезать основание по размеру шляпной коробочки. Для этого складываем две губки вместе, переворачиваем шляпную коробочку и просто намечаем. Теперь вырезаем губку по намеченным линиям. Удобнее всего использовать для этого канцелярский нож. Готово. Примеряем. Входит и выходит. Сейчас нам нужно это завернуть в пищевую пленку, чтобы продукты не касались флористической губки. Отправляем нашу конструкцию в коробку и начинаем декорировать бортики при помощи бумаги. Бумагу тишью можно сжать. Вот так вот по краю с помощью зубочистки немножко ее протолкнуть. Теперь нам нужно наколоть фрукты на шпажки. Есть какой-то особый метод наколоть шпажки на фрукты? Ты смотришь красивую сторону, выбираешь, смотришь, какая красивее кверху. Так же поступаем и с другими фруктами. Но помним главное правило. Красивые фрукты с красивой фактурой внутри мы разрезаем. Вот это является грейфрукт, киви. Остальные фрукты мы просто накалываем и будем вставлять рядом. Но разрезанные фрукты обязательно оборачиваем пищевой пленкой. Это для того, чтобы они не высохли. Теперь закрепляем их на трех шпажках. Почему именно три точки закалываются? Ну, можно не три, можно и больше на самом деле. Но если две, смотри, он такой неустойчивый, да? А когда тридцать точку, он живет. Дружочек стоит хорошо. Когда все готово, подрезаем шпажки по высоте коробки и приступаем к самому интересному. Создаем в коробке композицию с фруктов. Для красоты, кстати, можно добавить немного цветов и зелени. А вот вам еще один лайфхак. Зелень можно при помощи скотча закрепить на шпажках. Получится очень красиво. Ну что, тебе нравится? Конечно. Я не ожидал, что из обычных фруктов, которые куплены в магазине, можно сделать такую восхитительную композицию. Жаль, что без вашей помощи я навряд ли смогу когда-либо повторить. Ты знаешь, у меня есть рецепт, который ты сможешь с легкостью повторить всегда. Секрет изготовления простого съедобного букета мы раскроем чуточку-чуточку позже. А пока давайте договоримся. Если вдруг так получится, что ты решишь повторить сегодня букет, создать свой собственный бизнес, не продавай эти букеты в Инстаграме без помощи взрослых. Потому что, может быть, у тебя и получится. А может быть, ты станешь жертвой мошенников. Или еще лучше там из налоговой придут. Поэтому давай-ка все делать правильно. И тогда все обязательно получится. Будем уже, как говорится, с молодостью учиться вести бизнес правильно. Ну, а я хочу сказать, что очень многие юные белорусы обращаются к нам в редакцию, вот просят рассказать, как вообще начать зарабатывать. Поэтому смотрите нашу программу. Если, может быть, не начнете их продавать, то хороший подарок своим близким на день рождения обязательно сделайте. А почему бы и нет? Фрукты стоят не так дорого, а композиция будет смотреться очень и очень классно. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь за советом к нам. Ну и, конечно, к своим родителям, если вдруг захотите где-нибудь этот самый букет продать. Ну, а на очереди у нас сладкая кружка. Давайте посмотрим, как делают ее. Боитесь, что не сможете создать хороший фруктовый букет? Тогда начните со сладкой кружки. Для нее нам понадобятся сами сладости, кружка, зубочистки, шпажка, пищевая пленка и перчатки. Зефир оборачиваем пищевой пленкой и кладем в кружку. Это наше основание. Сверху тоже укладываем зефир, только уже без пищевой пленки. Создаем эдакую воздушную шапку. Теперь берем зубочистки и накалываем на них сладости. Выбираю зефир. Пастилу. Пастилу можно порезать пополам. Так, берешь, да, на зубочистку и вставляешь. Оп, видишь, как хорошо. Из оставшейся сладостей нужно сформировать красивую форму шара. Будет сделано. Мне очень понравилось, что самое главное – быстро и вкусно. И самое интересное – оригинальный способ подарить кружку. Спасибо за вашу помощь. Я уверен, ваши советы пригодятся многим. Я надеюсь на это. Вот такую вот замечательную кружку. Сервис доставки удивил. Бай, сервис доставки фруктовых букетов, тоже кому-то обязательно отдадит. Отдаст, правильно сказать. А вот кому, прямо сейчас расскажу. И главное, за что. Заходи к нам в группу во Вконтакте. Сегодня звезда Ютьюба, Ксения Левчик, придет к нам в гости. Обязательно задавай ей свои вопросы. Почему бы и нет? Автор самого интересного вопроса, Ксюша сама выберет, кто это, в общем-то, будет. И получит вот такой вот замечательный букет. Совсем скоро. А пока небольшая пауза. Оставимся вместе. В любой непонятной ситуации в жизни пой. Именно такой девиз у нашей сегодняшней героини программы «Пин-код». Мы встречаем в нашей студии, пожалуй, самого популярного ютуб-блогера вообще этого мира, кавер-исполнителя, если быть более точным, Ксюшу Левчик. Сегодня Ксюша у нас в гостях. Ксюш, привет тебе огромный. Рад тебя приветствовать в студии программы «Пин-код». Каникулы сейчас у тебя? Чем занимаешься на каникулах? Ой, ну, сейчас, так как коронавирус у нас, карантин, мы сидим дома, к сожалению, да. Очень редко выходим на улицу. Очень жаль, что такая ситуация. Что дома делаешь? Снимаю видео. Да, ну, куда же без них. Я смотрю, тут у тебя, да, 7 миллионов, 12 миллионов просмотров. Это, конечно, действительно впечатляющие цифры. Что сейчас готовишь? Какие песни? Еще не вышли, может быть, «Раскрой секрет»? Ну, снимаем камеры, как обычно. На что, может быть, расскажешь нам? Секрет. Секрет. Хорошо. Но в любом случае, сегодня с Ксюшей будем общаться и все секреты о ее творчестве тоже узнавать. Ксюша, у нас очень простая система. Наши зрители, зрители программы «Пин-код» задавали тебе вопросы, задавали наши открытые студии. Готовы отвечать на них? Да. Тогда давайте начинать с первого вопроса зрителей программы «Пин-код». Почему именно камеры? Ну, во-первых, я с детства пою. Мне очень нравится петь. Это мое главное увлечение. А так как достаточно сложно создавать свои авторские песни, на это уходит очень много времени и сил. Поэтому мой вариант — это каверы. И так как большинство подростков сейчас слушают русскую популярную музыку, я снимаю каверы на эту музыку, и получается, что им очень нравится, что я делаю. Ну, вот я смотрю тут «Уна», да, каверы песни «Литл Би-группы». Уже 320 тысяч просмотров. Загружено совсем недавно. Слушайте, ну классно на самом деле. Послушаем второй вопрос, связанный с твоей популярностью. За сколько времени ты набрала почти 2 миллиона подписчиков? Вот расскажу про первый миллион. Первый миллион набирался достаточно долго. Получается, в 2017 году мы начали активно развивать канал, снимать каверы. Вот, два года прошло. Ну, вот 2017, 2018, 2019. Все, набрали миллион. Даже в честь этого сделали фан-встречу в Минске. А этот второй миллион уже набирается как-то намного быстрее. И думаю, ну, где-то за год мы его сейчас донабираем. Сколько у тебя каверов? Давай так скажем. Про подписчиков, про просмотры мы знаем. Вот 12 миллионов. Видите ли мы твои ролики? А сколько у тебя каверов? Ну, не считая влогов, там, разных других видео, около двухсот, наверное, да. Двести, двести песен. Да. А как ты вообще готовишься к каверам? Как это происходит вообще? Сколько времени вот решила вот там песня Уна и до подготовки? Ну, в принципе, я уже привыкла, опытная уже, можно сказать. Да, песни учатся легко, на самом деле. Ну, заранее там текст повторю, как бы, когда репетирую песню, само все запоминается. Что ж, тебя узнают на улицах? Да. Часто? Ну, достаточно. Шарфом не обматываешь себя там? Нет. Шапку не надеваешь, как ты на улицу? Да, это очень круто, мне очень приятно, когда подходит. А расскажи-ка, когда ты вообще поняла, что вот она твоя слава? Вот как это произошло, вот очень интересно. Да, даже. Ну, нет, но ты поняла, что ты популярна, вот как-то вот, какой-то мелкий был вот такой вот момент жизни, и ты поняла, все, популярно. Наверное, после миллиона подписчиков, когда я поняла, боже, у меня миллион подписчиков, ну, как бы, для меня это вообще нечто. А когда начали узнавать? Вот первый раз, помнишь, кто сказал? О, Ксюша, я тебя знаю, это же ты поешь. Наверное, не помню, но первый раз меня узнали, когда у меня было 100 тысяч вроде, да. Ага, примерно так. Слушай, ну, на самом деле, интересно. А вот у тебя достаточно ролики профессионально сделаны. Кто вообще твоя команда? Говорят, что вот в сети, что за Ксенией Левчих ставят продюсеры, десятки человек, которые на ней зарабатывают и так далее. Не, на самом деле, все не так, у меня нет никаких продюсеров. Можно сказать, мой продюсер, это мой папа и моя мама. И они, я так понимаю, и снимают, и режиссируют, в общем, все это придумывают. Тогда вопрос, ты сама этим решила заниматься? Либо родители сказали, все, пора становиться звездой, зарабатывай деньги, мы будем тебя снимать. Нет, я вообще тоже с самого детства смотрела всех блогеров, даже иногда завидовала, думаю, почему я не блогер. Вот, и всегда хотела снимать, когда-то снимала на телефон, сама там тысячу подписчиков набрала. Вот, ну и когда я выступила на «Голос дети», на известном проекте, у меня начали так прибавляться подписчики ВКонтакте, и мы решили вот начать активно развивать канал. Кстати, по поводу одноклассника, вот говорят, что все в основном, знаешь, так я вспоминаю, свои школьные годы, не так давно, кстати, было, ревниво относятся, когда что-то у тебя такое вот. Бывали такие истории, когда говорили, зазналась, школа не ходит, и так далее? Нет, мне просто очень повезло, я не переходила в другую школу. Я с первого класса, я же в первом классе еще не была популярна, и с первого класса я со своими одноклассниками, и они воспринимают меня абсолютно нормально. Ну, поддерживали хоть, и говорили, ничего не добьешься, и так далее. Ну, это хорошо на самом деле. А вот смотри, сейчас кто-то посмотрит на твой успех и скажет, я тоже хочу вот подобным заниматься. Вообще имеет роль техника, на которую ты все это снимаешь, либо в этом вообще-вообще не влияет на успех? Ну, можно снимать, конечно, и на телефон, но при этом надо иметь хороший свет, ну, то есть все зависит от, как это, ну, то есть можно снимать и на плохой телефон, но при этом у тебя хороший свет, и все будет хорошо. А вот если голоса нет, лучше, наверное, не петь. Ну, можно снимать что-то другое. А ты вообще поняла, почему вот твой канал настолько популярен, да? Все-таки это не просто там 50 тысяч просмотров, это действительно миллионы. Почему так получается? Ты же не свои песни поешь. Ну, да. Просто мы, можно сказать, словили эту фишку, потому что никто до нас еще не снимал вот такие каверы именно на все популярные хиты, то есть мы как-то первые начали это, и вот так. А вот уже претензия прилетела к нам в группу во ВКонтакте от зрителей проекта «Пинкод». Говорят, что ты все снимаешь в одной комнате, песни делаешь, и все, ни клипов, ничего не выпускаешь, просто деньги зарабатываешь. Вот так вот они говорят. Ну, просто для того, чтобы снимать клипы, надо иметь очень много свободного времени. Ну, ты не хочешь изменить эти локации? Вот я всегда смотрю, у тебя просто в обычной комнате, или это твоя фишка такая? Это, во-первых, да, фишка, во-вторых, у нас же есть еще мое шоу, Кейл-шоу, мы снимаем в абсолютно другом месте, мы открыли свою студию. Кстати, а что в шоу? Там, получается, к нам приходят гости. Как еще раз называется? Кейл-шоу. Еще раз? Кей-эл-шоу. Ой, господи, я старый, все, я понял, да, Ксения Левчик-шоу, так бы и сказала сразу, в честь себя. Ну, да. Кейл-шоу. Так, я сейчас прямо, у нас же это интернет, технологии, 21 век. Так, битва голосов какая-то, ты рассказываешь, что у тебя на канале, рекламируй время. К нам приходят гости, 8 человек, 8 талантливых детей, они соревнуются по парам между собой, исполняя свои авторские песни. И способом голосования мои подписчики голосуют за одного из них. И получается, у нас вот три выпуска четверть финала, потом два выпуска полуфинала, вот сейчас доснимаем, и финал. Там будет соревноваться два человека между собой. Много еще вопросов прилетело к нам в группу ВКонтакте, мы к ним вернемся немножечко позже. А пока вопрос от зрителей, программа, что же их еще интересует? Когда ждать новую песню от тебя? Свою. Свою, да, авторскую. Ну, пока над этим, мы думали над этим, и очень хотелось бы создать какой-то классный хит, но так как сейчас мало времени достаточно свободного, и на это уходит очень много времени, сил и даже денег, вот, поэтому пока еще, ну, думаем над проектом. Ну, в общем, это уже такая серьезная, но ты же хочешь правильно выступать со своими, а не думала с каверами концерты устраивать и так далее? Да, тоже думали над этим, но пока работаем над этим. Пока работайте. Слушайте, ну, видите, все уже, да, все уже придумано, Ксюша над всем работает. Ну, тогда предлагаю доказать, что все-таки за твоим креативом стоит не только продюсеры всякие, папа и мамы, а еще и ты сама такая креативная классная, перед тобой лежат сейчас раз, два, три, шесть листочков, на них слова. Я их, честно говоря, не знаю, перед эфиром не переворачивал. Твоя задача будет прямо сейчас спеть кусочек песни, ну, может быть, где встречается слово, не называя это слово, чтобы я, в общем-то, догадался, о чем идет речь. И, да, показывай нам листик. Итак, давай первый листик. Хорошо. Любой, бери, переворачивай, показывай нам. Показывай нам. Так. А, я отвернусь. Да. Че ж там в прямом эфире посидеть спиной. Все, переворачивай. Так. И я возвращаюсь. Сейчас я вспомню, подождите. Видите, у меня кресло, которое вращается из одного известного телепроекта. Так, да. Есть. И внимание, песня, да, все, пожалуйста. Под бузову. Танцуй. Да. Все просто, на самом деле. Давай следующее слово быстренько переворачивай. Так. Сейчас. Все? Да, все. Все, все. Сейчас я думаю. Вспоминай песню, давай. Сколько знают песен, Ксения Левчик? Слова, кстати, не из песен. Что-то я не могу вспомнить это. Говорят, редактор, какой-то Потабы Настя Каменских что-то пели с этим. А, сейчас, сейчас, сейчас. Такая вот. А, вот. Пришла и оторвала голову нам чумачитая. Весна. Все просто. Да, точно. Давай следующее слово, поехали. Так, давайте. Так, все. Ну-ну-ну-ну-ну, осталось нормальный тифчат. Хорошо, молодец. Давай еще. Думаешь, я все песни знаю? Сейчас надо придумать еще какую-нибудь песню. Ну, можешь эту попеть там подольше, еще раз повтори. Я песен мало знаю, а ты много знаешь. Нет, где-то еще было это слово в какой-то известной песне сейчас. Коллеги говорят здесь по космической связи, у королевы Инстаграм была песня с этим словом. Не знаю, кого, правда, российского Инстаграма. Сейчас. Что-то я не могу вспомнить. Ладно, какое это слово было? Переворачивай. Мало. Мало. А-а-а. Мало половин мне подсказывают. Мало половин. Ладно, давай следующее слово. Ох, надеюсь, сейчас не повезет. Все, могу? Сейчас. Вот. Ну, я надеюсь, ты знаешь эту песню. Я все знаю песню. Пожалуйста. Я мега. Крутой. Нет. Популярный. Высокий. Нет. Что? Что на небе есть? Я мега летающий. Нет. Мега облако. Блестит на небе. Ну, а мега звезда? Да. Да, слово звезда. Все. И еще два у нас слова есть. Бери любое. Все. Все. Давай. Весь себя не так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Да, ведь ты моя, да. Ведь ты моя, да. Сейчас. Вот это слово. А где слово? Да, сейчас оно будет. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, в общем, это песня так называется. Я не помню это слово. Где оно находилось? Все. А вот, летю к тебе словно. Комета. Да, вот. Комета все просто. Ну, видите, как все легко, когда Ксюша поет. И последнее слово. Ксюша, давай, не подведи. Ой, ну, это легко. О, давай. Ты. Я. Вот. А мы любим мед. А мне повезет. С тобой мне повезет. Ты. Пчела? Да. Все просто. Все просто и понятно. Песня, которая раздражает, когда ты едешь на шутке в какой-то другой город. Начинаешь ценить песни, где есть хоть какой-то смысл. Ксюша, спасибо тебе большое. Пять из шести. Это очень хороший результат. Очень хороший, я тебе скажу. Мало кто из исполнителей с ним у нас в программе справлялся. С таким заданием так хорошо. Следующий вопрос от зрителей проекта Пинкод. Давайте узнаем, что их волнует. С кем бы ты хотела спеть дуэтом? Наверное, с моим любимым исполнителем. Это Егор Крид. Так. Как идут процесс переговоров? Я знаю, что Егор очень активен в Ютьюбе. В том числе и Влад Бумага с ним как-то в общем контактил. Да. Но мы пока еще, конечно, не спрашивали, не думали над этим. Вот из России. Да, надо будет. Какую песню бы спела с ним? Ну, надо подумать. Может, грехи, которые он пел с Клавой Кокой. Да? Да. А почему, кстати, вот выбор песен? Многие жугают, что у тебя песни слишком взрослые. Не для ребенка, говорят. Вот так вот. Ну, они просто известны и будут интересны. Ну, будет интересно слушать моим зрителям. А ты как-то вообще песни перерабатываешь, да? Вот под тебя слова, я знаю. Да, да. Плохие слова заменяем. Ну, вообще, то есть готовишься, правильно? Да. Слушай, огромное количество вопросов прилетело. Давай вообще перейдем к ним. Самое интересное будем, в общем-то, так, отвечать на них. Стесняешься ли ты петь при людях? Вот такой вот вопрос прилетел. Андрей Рижданович спрашивает. Да, наверное, нет. Я часто выступаю на концертах и в торговых центрах, и на каких-то больших площадках. И я уже привыкла. А какие звезды вообще реагировали на твой кавер? Вот спрашивает Артемий Мазура. Я немножко переформулировал вопрос, но тем не менее. Да, мой кавер смотрел Егор Крит. Он даже написал комментарий. А что написал? Молодец. Приятно, приятно, да? Я была тогда в шоке. Также Ани Лорек посмотрела мой кавер. И Катя Адушкина. Да. А Оля Бузова смотрела тоже? Это даже Майка. Она мне прислала, я победила в ее конкурсе по каверам. Это ее Майка. Это Майка Атоли Бузовой? Да. Бог ты мой, это же надо прикоснуться к вершине мира искусства. Потом к ее, в общем-то, Майке. По поводу вообще давай поговорим блогерства и блогеров. Кого смотришь сама? Ну, смотрю Катю Адушкину. Так, раз. Кристина Аркелян. Хорошо. И, наверное, ну, пусть будет А4. А, тоже смотришь? Беларусов поддерживаешь? Хорошо. У нас есть видео вопрос, давайте его послушаем. Как ты относишься к хейтерам? Вы знаете, вот в начале, когда только начала развивать канал, часто читала комментарии и было достаточно много хейта. Ну, как-то я, в принципе, не сильно обижалась, но все равно. Как-то старалась прислушиваться. Сейчас я также прислушиваюсь к каким-то адекватным, ну, как-то замечаниям, может, от подписчиков, может, ну, да. А если какие-то ругательские там слова, зависть там и так далее, и бла-бла-бла, я стараюсь пролистывать, ну, не просматриваю эти комментарии. Спрашиваю, что ты посоветуешь тем, кто начал только заниматься вокалом? Ну, вот, чтобы добиться каких-то успехов, именно стать популярным. Не просто ля-ля-ля-ля-ля, вот так вот сиди-спеи, да? Ну, конечно же, трудолюбивость. Надо обязательно трудиться, не сдаваться, усердие, да, ну, в общем, не сдаваться. Ага, ну, все просто и понятно. И самое главное, видишь, тоже не обижаться на людей, которые говорят какие-то гадости, потому что за часу это очень многих останавливает. Кстати, ты знаешь, что не все люди знают, что такое хейт, вот, и наши коллеги вышли на улицу и решили спросить у людей, которые вообще не имеют отношения к музыке и к социальным сетям в частности, что такое вот этот вот самый хейт, как следует к нему относиться. Давайте послушаем, а потом ты продолжишь, в общем-то, отвечать. Здравствуйте, а как нужно относиться к хейтерам? Что ответил человек? Варианты номер один. Любить их, я не знаю, кто это такие, всех в бан, я работаю, мне некогда. Как ты думаешь, взрослый человек, как ответил? Я работаю, мне некогда. Я работаю, мне некогда. Внимание, правильный ответ. А я не знаю, кто это такие. Я не знаю, кто это такие. И вот, что нужно отвечать тем, кто, в общем, тебе пишет всякие гадости. Я не знаю, кто ты такой. А если какой-то известный человек, может быть, уже стоит, наверное, и задуматься. Группа ВКонтакте, возвращаемся к вопросам, которые вы к нам присылаете. Огромное количество просто их пришли. Твоя любимая песня, спрашивает Тома. Из камеров? Вообще, из любых песен, неважно. Да, как-то особо нет любимых песен, прям, определенно. Ну, я просто меломан, я слушаю все. Но, наверное, любимая, прям, самая-самая, Билли Айлиш, Ocean Ice. Есть песни, вот, кто-то спрашивает, которые ты не сможешь спеть из-за вокальных каких-то особенностей, хотя очень бы хотела. Но спеть действительно так интересно. Даже не знаю. Сложные такие. Не бывало никогда такого? Много, конечно, сложных песен, но... Я стараюсь преодолевать все трудности, как-то вот изменять, может, какие-то сложные места под себя. Но как-то я не знаю даже, какую песню. Вот, кстати, некоторые зрители обратили внимание, когда ты поешь, есть какие-то несостыковочки между губами и песней. И давайте послушаем следующий вопрос, вот с этим связанным. Ты поешь под фонограмму? Кстати, да, про фонограмму. Это мой любимый вопрос, наверное, часто его задают. Многие хейтеры и даже некоторые подписчики думают, что я пою под фонограмму, а некоторые говорят, что вообще это не мой голос. Я такая, а вы что? На самом деле, значит, эти подписчики или хейтеры просто не смотрят мои стримы на канале. Потому что, да, у меня есть прямые эфиры, стримы на моем канале, где также стоит микрофон, все оборудование, и я пою там в прямом эфире. Ну, я так понимаю, что здесь особенно, что вы сначала записываете песню, а потом снимаете видео. Правильно как-то? Да, чтобы понимали, почему так происходит. Кстати, это абсолютно нормально, очень большое количество. То есть там нет никакой, типа, обработки, там вот это вот все. Вот такой еще вопрос прилетел к нам, спросил его Егор. А пробовала ли ты когда-то менять свой голос, петь, например, как пародиста известная, знаешь, тоже в Ютубе, другими голосами? Ну, на канале я не пробовала. А сама? Ну, иногда по приколу так в Инстаграме. И получается? Кого можешь пародировать? Ой, да я, да. Ну, есть там кто-то, кто получается, походу? Ну, не особо. Особо, хорошо, хорошо. Посмотрим еще, какие вопросы есть. Лидия спрашивает. Ты любишь общаться с подписчиками? Конечно. Я стараюсь в Инстаграме. Как вообще тебе написать, найти тебя? Ой, стараюсь отвечать везде, во всех соцсетях. Там в лайке, в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе, в комментариях. То есть, в общем, ты открыта к предложениям. Если кто-то пишет, предложит что-то, ты, возможно, и согласишься. Правильно? Вообще, часто пишут, рекламу какую-то предлагают или нет? Ну, я особо это не отслеживаю. Это отслеживают мои родители, поэтому не могу ответить. Ведь все, финансово занимаются родители. И правильно, и правильно. Все должно быть правильно и посчитано тоже. И честно, самое главное. Ну что, давай подводить итоги. Сегодня вот такой вот замечательный подарок. Сейчас он ко мне прилетит. Вот такая вот сладкая кружка кому-то достанется. Может быть, я самый лучший вопрос какой-то задавал. Удивил байк, кстати, магазин его подготовил. Нам магазин сладких и вкусных букетов. Итак, ну что, давай выбирать кого-нибудь, кому мы его отдадим. То, что сегодня? Да. Какие вопросы тебе понравились от наших зрителей? Ой, надо подумать. Ну, смотри, есть вот такие вот вопросы были. Давай, я не знаю. А давай сделаем следующим образом. Я придумал. Давай мы после эфира сядем, посмотрим все. И ты когда-нибудь вопросы обязательно выберешь. А мы такой вот подарок, в общем-то, зрителям нашим отправим. Поэтому пока я его оставляю себе. Все подробности, итоги нашего интерактива ищи сразу после эфира. Кстати, можешь продолжать писать вопросы. Может быть, Ксюша оценит именно сам вопрос. Ксюша Левчик сегодня у нас была в гостях. Ксюша, спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришла. Прямо сейчас небольшая пауза. А сразу после нее новый выпуск рубрики «Этикет. Оставайся с нами». Эх, друзья, весна. Весна на дворе. Это здорово. Сейчас немножко похолодало, но обещаю, что совсем-совсем будет тепло скоро. Хочется, конечно, гулять. В общем, преображений каких-то расцвести хочется одним словом. И я скажу, что очень многие спешат сейчас обновить свой гардероб, а кто-то идет, например, за новой стрижкой. Куда идет? В парикмахерскую, либо салон красоты. Но сейчас не для всех время туда, в общем-то, отправляться. Почему, знает моя коллега Катерина Додеркина. Она подготовила блог, в общем, как себя там правильно вести. Давайте посмотрим прямо сейчас. Сегодня мы с вами отправимся в салон красоты. Или не отправимся. Давайте-ка вначале разберемся, в каких ситуациях визит к специалисту лучше отменить. В первую очередь, если вы заболели. Во-первых, вам и самим будет некомфортно сидеть на процедуле с насморком или кашлем. Во-вторых, велика вероятность заразить мастера и других клиентов. Красота подождет. Здоровье важнее. Только не забудьте заранее предупредить мастера о том, что не сможете попасть на процедуру. Просто звоним, приносим извинения и просим отменить запись. Злиться из-за этого никто не будет. А вот если вы просто не придете в назначенное время, мастер точно не вспомнит о вас добрым словом. Также отменить визит стоит в том случае, если вы опаздываете. Знаю, звучит неожиданно. Сейчас поясню. Дело в том, что время мастера в большинстве студий расписано очень плотно. И ваше 20-минутное опоздание может полностью разрушить планы на день. Пострадает и мастер, и клиенты, которые записаны после вас. Уважаете чужое время. Видите, что опаздываете? Тогда позвоните в салон и спросите, сможет ли мастер принять вас, если придете на 20 минут позже. Если ответят отказом, извинитесь за доставленные неудобства и попросите перенести запись на другой день. Ладно, все, будем надеяться, что никто не опоздал, не заболел и не отменил запись. Итак, мы пришли в салон. Или в парикмахерскую, или даже домой к мастеру. Неважно. Первым делом стоит уточнить, где оставить верхнюю одежду и сумочку. Не стоит занимать своими вещами все свободные стулья и кресла. И вот, наконец, она. Долгожданная встреча со специалистом, который сделает вас еще красивее. Поздоровайтесь, представьтесь, если пришли впервые, и четко расскажите о том, чего хотите. А лучше покажите фотографию желаемого результата. Во время процедуры, даже если мастер вам очень нравится, не стоит рассказывать ему обо всех сложностях, неприятностях и трудностях. Не обсуждайте других клиентов, не задавайте личных вопросов и уж тем более не выясняйте отношения по телефону. Кстати, телефон во время стрижки или маникюра лучше и вовсе отложить в сторону. Бесконечные звонки и сообщения будут отвлекать мастера. А ваши постоянные перекладывания смартфона в нужную руку только усложнят и замедлят работу. Но бывает, что и сами мастера ставят нас в неловкое положение. Например, начинают вздыхать. Екатерина, скажите, пожалуйста, кто вам такую тикулу испортил? Ужас какой! В этой ситуации не нужно жаловаться на предыдущего мастера. Просто скажите... Да, в прошлый раз мне очень удачно на маникюр сходило, но, надеюсь, вы сделаете все безупречно. Но если что-то получилось не идеально, вежливо и деликатно укажите мастеру на недостаток. Снежина, а можем вот здесь вот немножечко более острую форму сделать? Все поправимо. Главное – не создавать трагедию на ровном месте. Спасибо. Очень здорово получилось. Знаете, любой специалист переживает за результат своей работы. Поэтому после процедуры не уходите молча. Улыбнитесь, похвалите работу и поблагодарите мастера. Ему будет приятно. Теперь вы стали немножечко более образованными, ну и, конечно, будете подходить к записи к мастеру более осознанно. А я вообще знаю, что есть даже штрафные санкции в некоторых салонах. Например, принести шоколадку. Почему бы и нет? Тоже за опоздание. Может быть, это вас отучит опаздывать. Спасибо большое, что были сегодня вместе с нами. Заходите в группу во Вконтакте, присоединяйтесь к нам в Инстаграме и даже в ТикТоке. И мы там тоже есть много смешных видео. Меня зовут Герман Малычицкий. Хорошего дня тебе. Пока.